Здравствуйте! Чтобы получать 3000 в месяц, новоиспеченные пенсионеры вынуждены собрать десятки справок, которых нигде нет. Прекратить бюрократию решили депутаты и разработали закон. Конфликт в Кыргызском национальном университете и новый ректор не угодил отдельным педагогам. Глава вуза говорит, что некоторые противятся реформам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Депутаты Редактор субтитров А.Егорова 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 Редактор субтитров Субтитров А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова НТС А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В Минюсте поспешили народных избранников успокоить и сообщили, что соответствующие меры уже разрабатываются. Совсем скоро на общественное обсуждение поступит законопроект, призванный ввести ответственность в отношении интернет-сайтов за клевету. В рамках этого документа также будет обусловлено требование публиковать опровержение, причем так, чтобы оно было доступно для всех пользователей. Сейчас век информационных технологий. Граждане получают информацию в социальных сетях, а информация там разная, и проверенная, и непроверенная. В соцсетях можно встретить призывы к межэтнической вражде, слухи. Я думаю, вам следует подумать над разработкой законопроекта, который приравнивал бы соцсети к СМИ и контролировал их деятельность. В КНО вновь неспокойно, и новый человек, занявший не так давно место ректора, снова не устраивает часть коллектива. Они сегодня провели пресс-конференцию, на которой заявили, что назначенный недавно главой ВУЗа Канад Садыков нецелесообразно расходует средства университета. Нанял 7 советников и еще 131 дополнительную штатную единицу. Кроме этого, он, вопреки правилам устава, меняет состав попечительского совета. Руководство КНО все обвинения опровергает. Там говорят, что по факту всех претензий и недовольств со стороны указанных преподавателей были проведены проверки. Причем изучали их жалобы не только комиссии Министерства образования, но и госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями вместе со счетной палатой. И ничего противозаконного в действиях нынешнего ректора не нашли. Подробнее в следующем сюжете. На сегодняшней пресс-конференции преподаватель национального университета заявила, что она и ее коллеги вскоре выйдут на митинг. В ближайшие дни уведомят об этом городские власти. Доцент не исключила, что к ним присоединятся и студенты. По ее словам, это они первыми обнародовали факты коррупции в учебном заведении. Отметим, после таких обвинений ректор подал в суд. Претензии преподавателей те же. Они недовольны реформами в университете. Были реорганизованы отделы, созданы новые кафедры на бюджетных факультетах за счет контрактных денег. Созданы дополнительные должности советников и консультантов с зарплатами, превышающими в 2-3 раза зарплаты профессорско-преподавательского состава и тому подобное. Все это основывается на вот этом липовом протоколе с фабрикованным ректором Садыковым. Иностранец и сотрудник Минобразы, высказывается преподаватели, каким-то образом попали в состав попечительского совета. Быстро сменился и его председатель, расширивался состав ученого совета. Создан опять состав ученого совета, который, значит, говорится, что в этом положении участвует только в составе ученого совета должно быть только 43 человека. А приказом, значит, университета в состав ученого совета вошли 59 человек. Это тоже есть этот приказ, именно перечислен 59 человек. Это тоже говорится о том, что идет нарушение при выборе заведования именно кафедры. По этим фактам была не одна проверка. И, как жалуются преподаватели, не было должной реакции. Ректор же, в свою очередь, показывает документы с результатами аудита, счетной палаты и межведомственной комиссии. Где четко прописано, что ни одна жалоба так и не подтвердилась. На вопрос, каков резон сотрудникам так поступать, отвечает так. Это, видимо, неудовлетворенные амбиции после выборов ректора. Есть люди, которые давно уже здесь, как бы, срослись в определенные такие группы интересов. И я знаю, что они голосовали за другого кандидата или пытались провести его. По поводу реорганизации Канад Садыков говорит, что она еще не завершена и решила провести реформы спецкомиссии. В ее составе преподаватели и деканы. Количество кафедр, в принципе, зависит от того, насколько мы нацелены на специализацию в области магистратуры, докторантуры, кандидатов наук и так далее. Это стратегический вопрос. Это не вопрос желания ректора, по большому счету. И в этом ничего плохого нет. А наоборот, надо стараться поддерживать такое направление. Это наша общая стратегия, направленная на то, чтобы национальный университет обеспечивал эти кадры. Советников у него, говорит ректор, два. Столько же было и у его предшественника. В ученом совете 53 человека, как и должно быть по уставу, который даже при желании он не смог бы изменить. Что же касается попечительского совета, Канад Садыков отмечает, что в уставе не прописано, что в его состав не может входить иностранец. Тем более, что этот человек представляет одну из образовательных организаций в нашей стране. Анастасия Соболева, Владимир Кулбалдеев, НТС. Руководителя фирмы-подрядчика, занимавшийся в 2014 году реконструкцией подробов в Челпонате, осудили на 6 лет. Судья Бишкекского городского суда счел, что вина главы Осотимиртанка Иркина Мергенбаева доказана. И приговорил его к этому сроку за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных пошлин. Напомним, главу строительной фирмы обвиняли в привозе пластиковых сидений на крупную сумму, которые были сокрыты от таможенного контроля. В результате чего в бюджет не поступило более полутора миллионов сомов. Решить ситуацию не по справедливости, а за деньги предложил милиционер гражданину. На том и поймался. На месте с поличным в городе Канте задержали сотрудника управления внутренних дел из Сокотинского района с инициалами КУ. О том, что милиционер занимается вымогательством, пожаловался гражданин. Только в том случае, если мужчина даст ему 500 долларов, его вопрос будет решен в положительном для него ключе. Согласившись на такое условие сотрудника РОВД, гражданин обратился в службу по борьбе с экономическими преступлениями. И накануне вечером, в момент передачи денег, его задержали. Генеральная прокуратура возбудила по факту уголовное дело, а милиционера заключили под стражу. Зимние забавы чреваты инвалидностью. Веселые катания с горки это зимой все чаще невесело заканчиваются для множества граждан. Только с начала этого года в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили почти 200 человек с различными травмами после катания на баллонах и клеенках. Чтобы отдохнуть таким экстремальным образом, как известно, нужно всего-то выехать из города. Ввиду очевидной опасности для здоровья, Госэкотехинспекция предлагает взять под контроль стихийные зоны отдыха в горах. Речь идет об участках, где горожане и жители окрестных сел катаются на баллонах, полиэтилене и санках. Именно там фиксируется наибольшее количество травм. Подробности в нашем следующем сюжете. Несмотря на будний день, количество отдыхающих в горах близ Бишкека не снижается. Уже в полдень здесь жарят шашлыки и катаются на баллонах. Спрос, как говорится, рождает предложение. Жители ближайших сел здесь сдают отдыхающим в аренду специально подготовленные баллоны. Стоимость аренды варьируется от 150 до 200 сомов в час. На весь день аренда баллона составляет 500 сомов. К нам часто приезжают те, кому не по карману кататься на лыжах. Здесь небольшой склон, поэтому тут редко получают травмы. В основном, когда большое количество людей, бывает, что сбивают друг друга. Но некоторые приезжают, берут на прокат у нас баллоны и уезжают в горы. Вот там действительно опасно. А мы здесь стараемся проводить инструктаж и объяснять, как вести себя на спуске. Но бывает, попадаются пьяные клиенты. А они, конечно, не слушают. Однако эксперты говорят, что никакой инструктаж не гарантирует безопасность. Баллоны страшны тем, что на них невозможно сманеврировать или остановиться. Дамира Шадыканова в минувшие выходные тоже решила покататься с родными на баллонах. Теперь женщина лежит на больничной койке с переломом копчика. Говорит, если бы знала, к чему приведет это катание, ни за что бы не поехала. Я с детства не каталась в горах. Мы с семьей решили поехать отдохнуть. Мы были в горах недалеко от Чонташа. Первый раз я съехала нормально. Ударилась, но не сильно. Сначала не хотела ехать во второй раз, но все-таки решилась. И вот что произошло. Когда я пострадала, рядом еще одна женщина тоже получила сотрясение. И это еще не самые опасные травмы, говорят врачи. С 1 января в Бишкекский центр травматологии и ортопедии поступили около 200 пациентов. Диагнозы самые разные. От обычного сотрясения головного мозга до перелома позвоночника. 90% из них любители экстремального спуска на баллонах и полиэтилене. У нас есть женщина, просто стояла внизу, пожилая женщина, лет 75, бабушка наша. Вот она стояла, люди катаясь на баллонах, избили. Эта женщина сейчас полупарализована. Позвоночник перелом страшный, разрывом спинного мозга. Вот, повреждения спинного мозга тоже лежат у нас в больнице после операции. Есть женщина, попала под машину, там полный разрыв селезенки после операции. То есть, вот таких фактов очень много. Очень много перелома позвоночника, очень много перелома копчика, костей. То есть, вот этот баллон – это страшный вид увеличения, который калечит людей. И, можно сказать, в последующем они становятся, многие становятся инвалидами. Даже есть летальные исходы, то есть смертельные случаи. Именно на катаясь на баллонах. Надеяться на сознательность граждан стоит едва ли, говорят эксперты. В этой связи Госэкотехинспекция предлагает законодательно ограничить деятельность таких точек отдыха. Каждые выходные специалисты ведомства выезжают в предгорные зоны и беседуют с отдыхающими. Однако эффекта это не дает. Мы обращаемся ко всем организациям, ведомствам, государствам, чтобы вместе все это решить. Потому что вот сейчас снег пошел, вот в ближайшую субботу-воскресенье опять будет туда наплыв. И мы будем опять там стоять, людям рассказывать, что вот нельзя такие. Ну, человек, если туда пришел кататься, он должен как-то думать о своем здоровье, о своем жизни, о своих здоровьях близких, детей. Мы ездили, после этой экспрессии ездили туда смотреть. Но мы не можем, пока законодательство нам не дает разрешения проверять их. Ну, мы будем думать, как это сделать, как лучше сделать, чтобы люди не пострадали никогда, чтобы не было травматизма. А пока парламентарии и чиновники думают над законопроектом, эксперты предлагают экстренным службам наладить дежурство в местах массового отдыха любителей экстрима. Это если не остановит граждан от необдуманных поступков, то, по крайней мере, поможет оказать оперативную помощь пострадавшим. Игорь Потанин, Алтембек Канебекулу, НТС. Не думали об опасности, а мог случиться взрыв. Жители города Каракуль, где накануне перевернулся бензовоз, собирали ведрами и канистрами вытекающую из него солярку. Грузовик, по словам очевидцев, ехал на большой скорости, и водитель не справился с управлением. Другие утверждают, что происшествие случилось из-за того, что бензовоз пытался уйти от столкновения со встречной машиной. Автоцистерна прокинулась возле одного из многоэтажных жилых домов. Благо, на своем пути он встретил деревья и остановился. Тягач марки «ДАВ» с цистерной, наполненной соляркой, перевернулся на 386-м километре автодороги Бешкекош. В нем было 37 тонн солярки, 17 из которых разлилось. Машины – главный вредитель столичной экологии. К такому выводу пришли в правительстве. Накануне там провели заседание, в котором приняли участие руководители всех служб и ведомств, имеющих отношение к этому вопросу. Так, по словам Канадпека Мурталиева, вредные выбросы в атмосферу 16 из 20 машин в Бешкеке превышают установленную норму. Значительный вклад в смог над города вносят частные бани и сауны, а также некоторые частные домохозяйства. Они, по словам чиновников, топят свои заведения резиной и швейными отходами, выделяющими при сгорании токсичные вещества. А вот ТЭЦ совсем ни при чем. Ну или почти не наносят вреда экологии. На ее долю приходится лишь 4% вредных выбросов. Отмечается, что после модернизации теплоэлектроцентрали на трубах установлены специальные фильтры, проходя через которые дым превращается в пар. По информации госагентства охраны окружающей среды лесного хозяйства, ежегодный общий объем выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу города, составляет 240 тысяч тонн, из которых 180 тысяч приходится на автомобиле. Продолжение следует... Министерство экономики выяснило, что у республики есть отсрочка в этом вопросе до 12 августа 2021 года. Сегодня госэкотехинспекция провела рейд, в ходе которого были проверены маршрутные бусы и частные пани. В выхладных газах общественного транспорта превышения количества вредных веществ установлено не было, за исключением одного случая. Вместе с тем, инспекторы отмечают, что очень часто отметки в документах машины о том, что она в полном порядке, чаще всего не соответствуют реальному состоянию транспортного средства. Рейд сотрудников госэкотехинспекции продолжился в одном из жилмассивов. Там проверяющие обнаружили баню, из трубы которой валил густой черный дым. Однако принять меры в отношении ее владельцев инспекторы не смогли. Почему? Расскажем в нашем следующем сюжете. С начала этой зимы все заметили, что облако смога над Бишкеком стало намного плотнее. Специалисты госэкотехинспекции не исключают, что одной из причин повышенной загазованности могут быть выхлопные газы автомобилей. Свой рейд инспекторы начали с проверки выбросов общественного транспорта. Замеры провели на конечной остановке общественного транспорта в микрорайоне Асамбай. Аппарат, определяющий степень вредности дыма из двигателя автомашин, превышения предельно допустимой нормы не обнаружил. 3,7%. Это коэффициент преломления световых лучей. Показатели в пределах нормы. Проверки будут продолжены. О результатах сообщим. Инспекторы решили проверить выхлопные газы старых автомашин, завезенных в страну 15-20 лет назад. Для этого проверяющие направились на конечную остановку в 12 микрорайоне. Проверяющие выявили, что в выхлопных газах одного из маршрутных мини-бусов предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена на 5%. Выделение дыма немного превышает норму. Показывает 45%. Это незначительно. Владельцу транспортного средства будет выписано предупреждение. При повторном выявлении у него такого нарушения ему грозит административный штраф. Сам водитель транспортного средства от интервью отказался. Инспекторы ограничились предупреждением и дали шоферу три дня на устранение нарушения. Затем сотрудники госэкотехинспекции направились в жилмассивы на окраинах столицы. Уже при подходе к новостройкам Агурдо инспекторы заметили клубы густого черного дыма. Так местные жители отапливают бани. Однако, несмотря на то, что нарушения налицо, проверяющие почему-то не решились войти во двор. Пока работники надзорного ведомства вместе с приглашенными на рейс журналистами стояли возле домовладения, хозяева нелегальной бани заперли ворота изнутри. Между тем, местные жители уже не один год жалуются на владельцев бани, которые топят по черному. Соседи рассказывают, что на десятке метров вокруг стоит невыносимая вонь, видимо от того, что отапливается баня пластиковым мусором, ветошью и резиной. Я здесь живу и всегда вижу, что из трубы валит черный дым и днем, и ночью. Все, кто живут поблизости с этой бани, рассказывают, что они не могут сушить свое белье на улице, потому что на нем оседает черная сажа. По словам инспекторов, почти все частные в баню в Бишкеке отапливаются отходами швейных цехов, пластиками, бутылками, пакетами и другим неорганическим мусором. И пока ни одно ведомство всерьез не занимается надзором в этом направлении. Сурма Шаршимаева, Асхат Ибраимов, НТС. Редкого пернатого краснокнижника удалось спасти защитникам дикой природы. Лебедь Клейкон едва не был застрелян охотниками. Раненого его нашли сотрудники Чуйского представительства Департамента природных ресурсов и привезли к специалистам общественного объединения на Букаргыстан. Эта организация занимается вопросами охраны окружающей природы. Подранка осмотрел ветеринар и оказалось, что лебедь ранен не сильно. Птица недолго находилась под наблюдением, после чего была выпущена на волю. На этом выпуск новостей подошел к концу. Мы по-прежнему продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся и желаем вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok